всем привет сегодня мы научимся рисовать бабочку на самом деле научимся мы в этом уроке не только рисование бабочки но и в целом принципу работы над маркерными иллюстрациями и как всегда в наших марафонах начинаем из самого простого а именно как мне показалось что простое это бабочка и так нам понадобится карандаш я беру такой вот механический линер черный и маркеры тех цветов до которых вам хочется использовать я взяла такие бирюзовые и розовый персиковые оттенки сейчас я включу вам speed paint на котором вы увидите как я рисовала эту бабочку а после чего вернусь и расскажу вам более подробно итак вы уже посмотрели как создавалась эта такая простенькая иллюстрация а теперь расскажу поподробнее первое что нужно сделать перед рисованием любой иллюстрации маркерные не маркерные совершенно любой да это наметить где будет располагаться и вашей иллюстрации если бы мы рисовали бабочку полностью с крыльями да то наметила бы я как-то вот так примерно а потом уже прорисовывать то есть можно было просто даже кругом изначально а потом бы уже прорисовывала крылья намечала и так далее если вы рисуете иллюстрацию которая то есть у нее две стороны в принципе симметричные и вы собираетесь использовать ее для стоков и не обязательно для стоков да просто переводить цифровой формат а не просто оставлять блокноте то можно сильно упростить себе задачу и ускорить время нарисовав половину такой иллюстрации то есть например мне я собираюсь предположим залить эту иллюстрацию для продажи на стоках и мне нет никакого смысла до рисовать два крыла потому что я могу обработать эту иллюстрацию и вырезать вот это крыло далее мы с вами следующих видео научимся это делать вырезать данное крыло отзеркалить его и поместить сюда и у меня будет полноценная бабочка вот поэтому также на самом деле если вы рисуете для стоков можно нарисовать отдельно несколько разновидностей крыльев несколько разновидностей тел так сказать и уже в компьютере обработав эти элементы и сохранив без фона пнг у нас кстати на ютюбе об этом есть несколько видео в открытом доступе также можно создать такую вот иллюстрацию полноценную и работая таким образом вы будете быстрее создавать большее количество наборов и элементов из одного набора далее после того как вы все наметили вы приступаете к подбору цвета чтобы иллюстрация была чуть чуть посложнее да не просто все в один тон раскрашивать выберите например три цвета похожих между собой но один будет более светлый можно начинать до рисовать как вы видели спит и спит пейнте я начала со светлого рисовать можно было начать с темного и там где светлый соединяется с темным то есть смотрите вот у меня светлый вот у меня более темный можно не доводить их не соединять и просто взять светлый цвет можно также взять блендер но я обычно на самом деле пользуюсь просто более светлым оттенком то есть у нас есть два вот таких вот оттенка между собой похожих и для того чтобы сделать плавный переход я захожу одним на другой то есть вы видите да получается более плавный переход там где нам нужно он еще сыроват там где нам нужно еще больше сделать по темнее можно еще сделать темнее у растяжку до счет делаем можно делать еще темнее и еще например темнее и чуть-чуть если маркер светлее чаще всего он и высветляет чуть-чуть темный цвет да и видите у нас случается такая вот растяжка цвета и также точно мы поступим с вот этими элементами в принципе на самом деле ну можно брать два да а можно брать три для того чтобы было был тень было полутон и свет ну вот давайте покажу на этом примере вот например на есть да такое light blue я хочу сделать предположим вот спинку бабочки до посветлее я прохожусь не обязательно блендером сейчас я прохожусь цветом который называется light blue вот здесь вот посерединке бабочки по ее спинке и смотрите чуть-чуть ждем она становится светлее также можно да еще какие-то места высветлить чтобы было поинтереснее была ваша иллюстрация вот обратите внимание что на оборотной стороне у меня я использую бумагу 160 грамм хорошую очень для маркеров она гладкая да и не сильно впитывает но обратите внимание некоторые цвета впитываются в бумагу намного больше чем другие да вот здесь мы видим что больше всего прошло на другую сторону то что я сверху те части где я сверху прошлась светлым маркером потому что здесь она высветляет и переносит это на оборот оборотную поверхность листа вот смотрите здесь да практически практически у нас ничего нету поэтому если вы рисуете на односторонней маркерной бумаге я кстати больше всего люблю вот эту вот одностороннюю 160 грамм вот если вы рисуете на односторонней бумаге чтобы не пачкать следующий лист можно подкладывать там либо листик либо кальку у меня калька куда-то потерялся из-за этого блокнота но тем не менее вот на сегодня все я надеюсь было полезно и ставьте лайки подписывайтесь на канал и на самом деле очень интересно услышать ваше мнение по поводу такого формата уроков до новых встреч и и и и